Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам о пяти классных вещах, которые можно напечатать на 3D принтере. А также вас ждет обзор нового и неожиданно интересного принтера. Сейчас это одна из самых дешевых моделей, которые можно купить. Посмотрим на комплект поставки, расскажу про его доработку, ну и, конечно, оценим качество его печати. Не переключайтесь, будет интересно! Итак, модель принтера называется King Rune KP3. И это безрамный уголковый 3D принтер. Мне, честно, очень нравится такая конструкция из-за ее компактности и простоты. Принтер очень маленький, но при этом он имеет нормальную область печати. Она составляет куб с гранями 18 сантиметров. Этого достаточно для печати большинства моделей. К тому же их без проблем можно масштабировать. Электронная начинка очень хорошая. Современная плата МКС Robin Mini на 32-битном процессоре STM. А управление принтером осуществляется с помощью цветного сенсорного экрана. И, чтобы далеко не ходить, давайте сразу напечатаем на нем 5 классных моделей. А уже после расскажу про сам принтер более подробно. Мандалорец. А точнее, то, что от него осталось. Его я печатал два раза. Сначала слоем 0,2 мм напечатал голову. Потом подставку. Но качество такой печати меня не устроило. Слой 0,2 делал некрасивые ступеньки спереди на модели. Поэтому перезапустил печать чистовым качеством слоями в одну десятую. Разница получилась существенная. Тут слева одна десятая. А справа слои в 0,2 мм. При крупном плане на зубах это особенно заметно. А вот это уже 0,05 мм. То есть, слои тут 50 микрон. Печаталось, конечно, это очень долго. Но какое качество? Ну что, трофей у меня получился шикарный. И это напечатал FDM принтер. Хотел найти какую-нибудь полезную вещь. И нашлась вот такая интересная складная корзина. Отмасштабировал ее во всю зону печати. Она раскладывается. Потом поворачивается. Устанавливается крест ножки. И у вас будет вот такая прикольная корзинка для конфет или печенья на кухню. Куб. Меня всегда поражало, на что способны 3D принтеры при печати. Они могут сразу печатать собранные механизмы. Или вот такие кубы с, казалось бы, разомкнутыми гранями, висящими в воздухе. Данная модель печаталась для тестирования нового обдува. Так как тут имеются большие углы нависания и мосты. Вообще, это типа стакан для карандашей. Но я больше печатал, опять же, для демонстрации возможностей принтера. Модель непростая. Здесь множественные ретракты пластика. И опять же, есть нависающие части без поддержек. Обдув, хорошо справился и с этой задачей. Пластик тоже нигде не провис, и печать получилась отличной. Вроде это кондитерский шприц называется. Хотя автор модели написал для масла. Может имеется ввиду все-таки для крема? Печатается все за один проход с поддержками. При этом важно правильно их расставить, чтобы они не испортили модель. У меня получилось это сделать. И поддержки легко удалялись после печати. Шприц собирается на защелке. Далее крутим и давим из него тесто. Немного сноровки и получается такая фигня. Лучше бы, наверное, я на Ардуино что-нибудь спаял. В общем, печеньки, конечно, уродливые получились, но зато очень вкусные. Если что, рецепт на экране. Всего 7 минут в духовке. Этот принтер был заказан на распродаже 11 ноября. И привезли его к курьерской на удивление очень быстро. Уже на второй день, 13 ноября. Открываем и нас сразу встречает инструкция по сборке и работе с принтером. Небольшой пробник филамента. Набор инструмента и крепежа. Внешний блок питания. Он на 24 вольта и 360 ватт. Раздвижная стойка для катушек пластика. Инструкция по настройке уровня стола. Ну и вот он сам принтер. Он уже практически полностью собран. А вот все, что было в коробке. Внешний блок питания. Сам принтер. Инструкция и разные мелочи. В комплекте также есть флешка на 16 гигабайт. Стол принтера катается на линейной рельсе. Это дает легкость движения и точность позиционирования. Впервые вижу такое на бюджетных моделях. Обычно рельсы ставят только на дорогие принтеры. Для окончательной сборки нужно лишь закрепить вертикальную ось на два торцевых винта. И на три боковых. Это тот редкий случай, когда я могу показать вам всю сборку принтера, целиком ничего не перематывая. Ну а пока я это делаю, давайте анекдот что ли расскажу. Ну наверняка вы его знаете. Сидит медведь в кустах. Малину жрет. Много малины вокруг. Заяц с другого берега ему кричит. Мишка! Плыви сюда, я тебе что покажу? Заяц, я не пойду, я занят. Ну и жрет себе малину дальше. Мишка, ну плыви сюда, я тебе кое-что покажу. Не пойду, отвали, заяц. Ну Мишка, ну плыви сюда. Да, медведь такой встал, ленивый поплыл. Плыть приходится против течения, устал совсем. Да плывает, еле на берег влазит и говорит. Ну и чего тут у тебя косой? Мишка, смотри сколько на том берегу малины. А теперь последний шаг. Подключаем мотор оси Z. Ну и вот все. Сборка принтера закончена и занимает буквально пару минут. После этого получаем вот такого красавца. А тут рядом у меня лежит следующий пациент. Жду на него некоторые детальки, уже почти приехали. Кто узнал, что это за принтер, пишите в комментарии. А мы вернемся к нашему малышу. Если разместить принтер на столе, то он будет выглядеть вот так. Внешний блок питания в данном случае лежит на полу. Но, наверное, будет удобнее разместить его сзади, за катушкой. Так как на нем находится выключатель питания. Включаем. Загрузка практически мгновенная. Сразу на экране видим типовое меню от MakerBase. Отправляю принтер в домашнюю нулевую точку, проверяя тем самым работу моторов и концевиков. Все оси без проблем приехали на свои места. Принтер оказался настроен из коробки. Мне не пришлось даже подкручивать высоту гайки ICZ. Далее в меню выбираем пункт левелинг. И гоняем сопло по углам стола. Гайками нужно добиться того, чтобы сопло немного цепляло лист бумаги, но не прижимало его. Рекомендую пройтись по углам два или три раза для лучшей настройки. Далее запускаем слайсер Кура. И добавляем туда новый принтер. В группе канала в социальной сети ВКонтакте есть подробная инструкция, как это нужно делать. Настройки принтера вы видите на экране. И обязательно не забудьте поменять диаметр нити филамента на второй вкладке. Нужно установить 1.75. Настраиваем параметры печати и слайсим калибровочный кубик. Записываем файл на флешку и устанавливаем ее в принтер. При первом запуске принтера с комплектной флешкой он сам себе обновился. Получается, что производитель закинул на нее последнюю версию прошивки. Тут даже русский язык есть, если вам будет так удобнее. Включаем предподогрев сопла и заправляем нить филамента. Я привык это делать вручную так быстрее, но можно и изменю там пощелкать на кнопочке. Я заправляю фиолетовый пластик. Но из сопла сначала полез желтый. А это говорит о том, что принтер проверяли после сборки. Запускаю первую печать. С настройкой стола получилось отлично. И пластик сразу прилип. Такой кубик печатается 20 минут. И позволяет быстро выявить основные проблемы на осях принтера. Грани кубика ровные. Укладка идет на очень высоком уровне. Но я начинаю замечать, что верхний край буквы Y задирается. Это плаопластик. И я уже много раз видел подобную проблему на разных 3D принтерах. Она говорит о том, что штатного обдува недостаточно для охлаждения модели. Чуть позже расскажу, как это можно просто исправить. Замер граней показал высокую точность печати. От 1,1 и даже меньше. Обдув на принтере есть. Но сделан он с помощью шторки. От маломощного вентилятора охлаждения радиатора. То есть он слабый и работает всегда. Но это конечно неправильно. Поэтому принтер нужно будет немного модифицировать. Для этого нам понадобится радиальный вентилятор 5015 на 24 вольта. Обязательно на 24. Они бывают в основном на 12. Он стоит около 100 рублей на Алиэкспресс. И его нужно просто как-то закрепить на принтере, сделав воздуховод к соплу. Хотен тут типовой. МК-8. Такой устанавливается на многие принтеры, в том числе и на Эндер-3. Если искать апгрейды, указывая в поиске именно King Rune KP-3, то можно найти только вот такой кривой мод в единственном экземпляре. Но если задать в поиске Эндер, то вариантов установки вентилятора будут уже десятки. По сути на любой вкус. Я выбрал вот такую конструкцию. Она компактна, простая и с круговым обдувом. Эта модель достаточно сложна в печати. На ней нужно грамотно расставить поддержки и установить малую скорость печати, чтобы компенсировать слабый штатный обдув. Со второго раза мне удалось напечатать качественную модель. Она устанавливается на штатные крепления принтера. Ну, у меня чуть-чуть одно крепление не совпало. Но я прям феном нагрел пластик и переместил отверстие. Да, так можно делать. Для установки новой системы охлаждения нужно переставить нагревательный элемент и термистер на правую сторону. И вот так это выглядит после сборки. Ну, уже красота. Для проверки включил вентилятор от лабораторника. Нормально он так дует и прямо туда, куда нужно. На термоблок надел силиконовый чехол. А то такой мощный обдув будет сбивать на нем температуру. Вскрыл корпус принтера. Подключать вентилятор нужно к плате в разъем фан. Обязательно соблюдайте полюса контактов плюс и минус. У меня красные и черные разъемы были по-другому. Пришлось это переделать. Теперь обдув стал не только мощнее, но и он управляемый. Он без проблем запускается из меню принтера. Так как я вскрыл корпус, то решил заодно сделать подсветку зоны печати светодиодом. Если запитывать светодиод напрямую от 24 вольт, вешая его на провода вентилятора, тогда по расчету нам потребуется резистор на 1,1 кОм. Это конечно будет работать, но при этом резистор будет нещадно греться, так как рассеиваемая на нем мощность составит практически пол ватта. Для правильного подключения светодиода на плате можно использовать 5 вольтовый разъем. Тогда резистора на 100 Ом будет достаточно, чтобы ограничить ток. Я обработал светодиод надфилем и закрепил на обдув стяжкой. И у меня получилась шикарная подсветка для рабочей зоны. С таким апгрейдом принтер сразу подорожал долларов на 100. Запустил кубик, теперь уже с новым обдувом. И через 20 минут получил отличный результат. Ровные грани и полностью отсутствует дефект от недостаточного обдува. Я полностью доволен проделанной работой по модификации принтера. Запустил на печать тестовый кораблик Бенчи. И он опять же получился высокого качества. Я специально снимаю крупным планом, чтобы были видны слои укладки пластика. Они тут 0,2 мм. Ну а на самом деле кораблик очень маленький. И с небольшого расстояния слоев уже не видно. Для демонстрации зоны печати запустил куб во всю область. На кривые стенки не смотрите. Это нормально. Так как печать для экономии пластика велась всего в один контур. Вот такого объема вы сможете создавать модели на этом принтере. Ну, собственно, что в итоге? Работать с этим принтером мне очень понравилось. Это хорошая модель с современной электронной начинкой. Да, у него есть недостаток в виде никакущего штатного обдува. Но благо это устранимо. Доработка несложная. Заняла у меня один вечер. И доставила массу удовольствия. На выходе я получил 3D принтер с качественной печатью. На текущий момент стоимость принтера смешная. От слова вообще. Я не люблю озвучивать цифры, так как уважаемые люди из соседней страны очень любят менять цены. Особенно после выхода моих видео. Но сейчас это один из самых дешевых 3D принтеров, которые вообще можно купить. На момент выхода ролика он доступен в продаже с российского склада. Поэтому доставка будет очень быстрой. Что называется успейте урвать. Считаю модель интересной к покупке из-за своей компактности, низкой стоимости и хорошей электроники. Которая позволяет производить доработку. Конфигурационный файл принтера также находится на флешке. И в нем можно менять основные параметры принтера. Спасибо за просмотр. Ссылка на сам принтер и все сопутствующие товары находятся в описании этого видео. А сегодня на этом все. Всем удачного дня и пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова